нет энергии ничего нет понятно то все можно быть очень хорошим умным подготовленным нет энергии нет жизни то есть есть человек так устроен что в этом мире нас всевышний посадил в материальные тела материальные тела эти материальные тела они болеют они материальные тела хоть хотят все время кушать всем надо кушать вот поэтому материальность она конечно является важной частью но все это для духовности все это для духовности для души что здесь главное не главное вот мы сейчас разбираемся по торе как выстроить свою жизнь чтобы было все время хорошо как говорится да чтобы у нас все было и нам за это ничего не было я думаю что мы все воспитанны были в концепции что хотелось бы хотелось бы чтобы у нас все было а нам за это ничего не было да интересная концепция такая жизненная но будем стараться хорошо значит попробуем сейчас чтобы но не с сегодня у нас не сошлось с ютюбом ну ладно ютюб переходите пожалуйста в телеграм если вы еще не подписаны в телеграме то вам обязательно нужно подписаться в телеграм те кто привыкли смотреть в ютюбе как раз это для вас знак почему потому что все что с нами происходит жизни это для нас какие-то знаки да какие-то знаки для нас вот все что происходит любое событие с которым ты сталкиваешься она для тебя является знаком который для тебя что-то значит а что он для тебя значит уже решает каждый из нас по отдельности до каждый для себя решает что для вас значит жизнь ютюбе вас предупреждаю что скоро сейчас сядет айпад и значит прервется поэтому лучше сразу переходите в фейсбук находите в айкра подписывайтесь находите в айкра и в телеграм мы продолжаем изучать книгу равшала маруша в которой он нам дает путь который называется сад благодарность он утверждает что все проблемы еврейского народа и в принципе все проблемы у любого человека в жизни независимо от того какой национальности они и вероисповедания тоже корень всех проблем это неблагодарность говорит он и неблагодарность всевышнему потому что бог то один реальность 1 и неважно где ты живешь мы все находимся в одной той же объективной реальности каждый находится в своей личной субъективной реальности каждый из нас выстраивает свою субъективную реальность изнутри в по вере своей да то есть кто верит например что ему надо там с утра выпить 100 грамм он выпивает кто верит что не надо не выпивает кто верит что ему надо там быть религиозным кому верит, что надо быть нерелигиозным, нерелигиозным. То есть, каждый человек живет по своей вере. Атеист, он верующий в Дарвина, письмист, верующий, что все будет плохо, оптимист, верующий, что все будет хорошо, счастливый муж, верующий, что он любит жену, а жена любит его, а жена в это время может быть верующая, что он ее не любит, и он к ней плохо относится. И каждый по своей вере он получает субъективную реальность. Теперь Равша Умаруш, чью книгу мы изучаем, он нас научил уже сегодня 101-й урок, как выстраивать свою субъективную реальность через призму благодарности. И вот мы сейчас пришли уже 11-я глава, всего в этой книге 12 глав. И вот мы уже 11-я глава, и тут мне было интересно, о чем же дальше будет, да? О чем дальше будет? И начинается 11-я глава с первого рассказа такого, да? «Исправление основ веры». Он говорит, смотри, раз мы все верующие, если мы все верующие, то мы долго говорили про благодарность. То есть он основа как бы той идеи, которую он нам давал, которую мы изучали, что нужно благодарить Всевышнего, что если ты благодарен Всевышнему, то ты создаешь с ним такие отношения, наполненные любовью, что и тебе хорошо, и Всевышнему хорошо, и будет хорошо. Если ты веришь, что Бог тебя любит, и Он тебе приготовил хорошее, то ты тогда в этом направлении выстраиваешь свою жизнь, и она наполняется добром. У меня вчера был интересный такой момент. Я, знаете, бывает, когда очень много дел, которые особенно ты не хочешь делать, да? Вот вдруг приходят, там приняты такие дела, называют проблемы. Проблемы. Что такое проблема? Проблема – это когда ты не хочешь этим заниматься, а оно тебя, значит, заставляет. Вот у меня вчера вдруг на меня навалилось, там одновременно, я не знаю, ну, пять, допустим, да? Пять каких-то новых проблем. И оно плотненько так, знаете, проблема, 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 проблема. И я, значит, ну, а когда ты находишься внутри, ты не хочешь, но должен делать, должен что-то исправлять. То есть чем человек занимается? Он все время пытается мир впихнуть в свои ожидания. То есть это вот мы все одинаковые, мы все пытаемся мир впихнуть в свои ожидания. И когда мир не впихивается, то есть варианты, есть вариант впихивать его, это называется достижение цели. Я всю жизнь этим занимался, моя специализация – впихнуть мир в свои ожидания. И вот ты, давай, значит, шарашишь, там, людей вовлекаешь, еще работаешь, вода камень точит, и ты, оп, впихнул. Но когда ты впихнул мир в свои ожидания, там, человек реализовал какой-то проект, достиг какую-то цель, там, в общем, реализовал какую-то мечту, неважно, все это одна схема – впихнуть мир в ожидания. В этот момент мир, состоящий из множества людей, из Всевышнего, который находится за всем этим антуражем, он вдруг тебе дает какую-то такую историю, которая не вписывается в твои ожидания вообще. И принято это назвать проблемой. То есть ты, тут ты строишь, 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 тут тебя с другой стороны, на тебе, неожиданность такая. И ты такой думаешь, опа, как же так? Я так не хотел. Это вообще не моя цель была. Я хочу по-другому. А мир, Всевышние люди тебе говорят, ну, слушай, реальность такая. И ты начинаешь в этот момент вот это вот решать, пытаться эту вмятину как бы выправить, да? Это называется проблемой. У меня вчера опять было от этих разных ситуаций, интересно. И я в какой-то момент остановился и думаю, а человеку эмоционально плохо, когда его заставляют делать то, что он не хочет. Человеку эмоционально он может гневаться, если реальность нарушает его правила. Он может злиться, он может скучать. То есть весь комплекс негативных эмоций, он включается, когда мир не делает то, что ты хочешь. И вот я в какой-то момент, я чувствую, что мне прям внутри уже все. У меня даже иммунитет падает. А у человека как происходит? Когда у него негативные эмоции, у него падает иммунитет, ему еще хуже. Человек, который вот ему не нравится, что вокруг него происходит, он впадает в депрессию. То есть исправить невозможно тем, что тебе не нравится. Негативная эмоция, она только ухудшает ситуацию. И на этом построена вся его система благодарность. Я вчера включаю благодарность и говорю, секундочку, стоп, стоп, стоп. Да, есть то, что мне не нравится, но есть же и то, что мне нравится. Так я чего буду думать про то, что мне не нравится? Я буду лучше благодарить за то, что мне нравится. И я начинаю благодарить прям, я чувствую, как я прям выныриваю, выныриваю из этого негативного восприятия. И оказывается, я за день очень много успел. И слава богу, столько было, если посмотреть на полуполный стакан, то оказывается, там есть полнота, хорошая такая полнота. Оказывается, я пропустил какую-то, из-за того, что было много разных неувязок, я пропустил одну очень важную для меня вещь, которая там получилась. И я не успел даже ей порадоваться, потому что она как бы пролетела мимо моего внимания. И тут я как раз сидел в машине, думаю, вообще класс, вот это вот супер вообще. Да, я даже не успел порадоваться. То есть я фокусировал внимание на том, что не получается, вместо того, чтобы фокусировать на том, что получается. Это было краткое повторение того, зачем мы изучали систему благодарность, чтобы научиться, управляя своим восприятием и своим мышлением, через благодарность Всевышнему соединяться с источником всего вид. Всю реальность он нам дает. И вот сейчас, 11 глава, мы выходим на тот уровень, который расширяет нам картину глобально. А зачем все это? Человек живет еще в какой-то более большой системе координат, которая называется «А зачем вообще? Ради чего?». Есть такие люди, вот, например, есть такой психолог Лобковский, психолог Лобковский. Он, значит, он говорит, делай то, что хочешь и не парься, ну, образно. А ему говорят, а смысл? Он говорит, нету смысла, нету смысла. Про смысл не думайте, вредно думать про смысл жизни. То есть все, вот живи себе и живи. Хочешь кушать – кушай. Ну, живот растет, ну и неважно. Делай краткосрочно то, что ты сейчас хочешь. Это как бы его главное открытие, большое открытие, которое людям дает. Это такой, как бы, эмоциональный наркотик, да, который ты даешь, тебе краткосрочно, тебе хорошо, долгосрочно ты можешь разрушить всю свою жизнь. Но он говорит, а никто не знает, смысла нету, мол, далеко не смотри, смысла нет. А теперь, ну, человек, если он хочет глобально, знаете как, человек, который живет без широкой перспективы, без глобального смысла в жизни, он похож на человека, который под фонарем искал часы. И он ищет часы, а второй спрашивает, что делаешь? Он говорит, ищу часы. Он тоже начал искать, говорит, ну, нету здесь. А что ты их, ты здесь их потерял? Он говорит, нет, я их не здесь потерял, я их потерял там, не знаю даже, где я их потерял. А чего ты ищешь под фонарем? Он говорит, здесь легче искать, под фонарем хорошо видно, так я буду лучше тут искать. Так человек, который отказывается от глобального смысла жизни, не хочет выстраивать свою жизнь как бы глобально, да, в какой-то общей картине, то он похож на того, кто ищет часы под фонарем, хотя он их там не потерял. То есть ты можешь действительно краткосрочно получать много удовольствия от еды, от отдыха, от того, что ты делаешь то, что ты хочешь, от того, что ты говоришь не думая. То есть ты на секунду, ты расслабляешься, ты какой-то свой уровень, ты говоришь, да, я хочу, я делаю. Но если ты хочешь и ты делаешь, а это противоречит твоим каким-то глубинным ценностям, а если ты хочешь и ты делаешь, а оно тебе создает такие условия, что потом тебе это создает неприятности, ты же не хочешь неприятности, то есть хочу, делаю, там человек хочет алкоголь, он хочет алкоголь, да, но ты же не хочешь потом быть больным, чтобы развести жену и потерять там работу, ты же это не хочешь. Так как же ты можешь делать то, что ты хочешь, а в этот же момент ты делаешь, себе же вредишь, и ты в долгосрочную делаешь то, что ты не хочешь. Поэтому я считаю, что система Лобковского, она очень вредная и глобально она приносит вреда больше, чем пользы, то есть на каком-то этапе и наркотики дают удовольствие, да, то есть ты, что, классно, уколись и тебе и кайфуй. Вот это примерно такой эффект. Поэтому нужно глобально выстроить свою жизнь. И в 11 главе, значит, я так понимаю, что мы сейчас уходим вот в этот вот момент глобально, как все работает. Начинает он с того, что первая глава начинается, исправление основ веры. Сказал как-то Раби Нахман. Раби Нахман – это учитель Раф Шалома Роша. Раби Нахман жил в 1830 году, где-то вот в то время, или в 810, ну вот во времена Наполеона он жил, да. И он похоронен как раз в Умане, куда съезжаются паломники каждый год на Роша-жена. И он был такой великий учитель, у него была своя система, которая базировалась на том, чтобы выйти из страшной темноты. Вот она, эта система привлекает тех людей, которых происходит что-то вот, ну, действительно тяжелое в жизни. Раби Нахман, у него умерли все дети, у него умерла жена, у него там, значит, он сам умер, ему 40 лет не было, да, в 40 лет. Он болел, мучился там, ну, очень он был, при этом он был, там, в 6 лет он уже книги писал, то есть он был какая-то очень высокая душа, которая была в этом мире, и которая, ну, очень была на духовном высоком уровне. И он оставил свое учение, он буквально начал учить, он не хотел никого учить, но, в общем, была такая уникальная, уникальная духовная личность. И Раф Шалома Рош, он как раз относится к его ученикам-последователям. Значит, говорил Раби Нахман, пишет он, есть в Талмуде, в трактате Сан-Эдрин, есть такое выражение, на 37-м листе написано так, каждый человек должен сказать, весь мир создан только ради меня. Там так написано в Талмуде. Теперь Раби Нахман это объясняет. Он говорит, секундочку, каждый человек должен сказать, весь мир создан ради меня. Он говорит, это пришло нас научить, получается, что если мир создан ради меня, тогда мне нужно все время присматривать за ним и исследовать ход исправления мира, восполнять недостатки мира и молиться за них. То есть он сказал своим ученикам следующую вещь, что у тебя должна быть идея, что весь мир создан для тебя, и ты должен за ним следить и исправлять его. Очень странная идея была такая, ну, действительно, обычный нормальный человек. Он говорит, секундочку, только что мы изучали всю книгу, построенную на идее, что нужно смирить свою волю перед Всевышним и принять его волю, благодарить его за все, и за хорошее, и за плохое. Есть Бог, хозяин мироздания, и когда я начинаю его благодарить, принимая его волю, в этот момент мне становится хорошо, приятно, весело, у меня счастье, у меня все, я принимаю как есть, у меня нет моей воли, я принимаю волю его. Это была вся концепция, которую мы изучали на протяжении ста уроков. И в хорошем и плохом «прими волю Всевышнего, поблагодари его», и тогда у тебя будет все хорошо, потому что Всевышний бесконечный, добрый, любящий, и если ты перестанешь заниматься самодеятельностью, грубо говоря, да, то есть все, что в жизни каждого из нас есть плохого и неприятного, это сделал каждый из нас. А все, что есть хорошего, это Всевышний. И когда ты перестаешь заниматься самодеятельностью и принимаешь волю Всевышнего вместо своей, убираешь своего, то ты тогда с ним становишься в резонансе. Всевышний бесконечный, всесильный, всемогущий, любящий, и у тебя внутри полный кайф, нет никакой тревоги, страха, у тебя веселье, радость, ты поешь, танцуешь, и мало этого, у тебя плюсы все получаются, потому что тот, кто делает волю Всевышнего как свою, ну, заменяет свою волю волей Всевышнего, Всевышний потом его желания выполняет как свои. То есть ты в резонансе, как бы Всевышний через тебя начинает работать. Ты как бы даешь свое, вот это вот вертикально ходящую лужу, свое тело, ты даешь его как биоробот для проявления Творца Мироздания. Что может быть лучше, да? Теперь, ну, для этого надо смириться. А тут он нам что говорит? Что я должен сказать, весь мир создан для меня, и я должен за ним присматривать, и, значит, исправлять. То есть две, с моей точки зрения, две абсолютно разные события, позиции. Дальше он приводит пример, что человек, который владеет домом, должен следить за тем, чтобы дом был чистым, убранным, отремонтированным, чтобы всем было хорошо, его домочадцам, чтобы никто не чувствовал ни в чем недостатка, чтобы все вели себя достойно, уважали друг друга и так далее. И это как бы человек, который следит за собой и за своим пространством, он так себя ведет. Теперь, ну, мне следит за всем миром. Посмотрите, что в мире творится, да? Есть анекдот, когда один человек пришел к Портному и заказал костюм. Ну, Портной говорит, через неделю приходи. Тот приходит, он говорит, извини, не успел, там надо еще мерки, все, через месяц, то через месяц, через два, через три. В общем, через полгода он ему дает костюм, тот меряет костюм, ну, очень хороший костюм. Он ему говорит, хорошо, но костюм хороший, действительно, идеальный костюм. Но, говорит, я вас не понимаю, Бог за семь дней сотворил мир, а вы шесть месяцев делали костюм, а Портной на него смотрит, говорит, Эль говорит, посмотри на этот костюм, это перфект, вообще прелесть, и посмотри на этот мир. Он говорит, если лучше Бог его полгода делал, а не семь дней. Так вот, как мне исправить мир? Тут обращает внимание, обращает внимание Рав Шалом Ааруш, что его учитель сказал в конце восполнять недостатки мира и молиться за них. О! То есть, если ты не можешь их восполнять, ты можешь молиться. А теперь, если ты можешь молиться, то о чем ты будешь молиться? Чтобы люди вокруг вернулись ко Всевышнему. И дальше он здесь, он говорит о том, что есть два типа молитвы. Два типа молитвы. Один тип молитвы, он называется до приговора, второй после приговора. То есть, он говорит такую вещь, что есть духовная реальность, она бывает двух типов. Первая, духовная реальность, это когда до приговора, то, что называется. Есть в Торе такая, как метафора, да, метафора, или, как сказать, иллюстрация, как работает, как работает молитва человека, как работает жизнь, наши действия. Это Яков. Когда он заснул на, когда он заснул, убегал на яйца от Исава, и он заснул, и он спал и видел лестницу в небо. Лестницу в небо, по которой ангелы поднимались, и ангелы опускались. И Яков тогда, он проснулся, и он пообещал Богу, взял обед, что если ты будешь со мной, будешь меня охранять, и я вернусь до моих родителей, и все будет со мной хорошо, то я буду тебе служить, и десятину отдам тебе. Десятый час того, что ты даешь мне, я отдам тебе, буду посвящать тебе. Это была молитва, обещание Якова. Теперь, вот эти вот ангелы, которые поднимаются, это были ангелы, это мысли и дела человека. Вот, например, Александр Нагорный, да, например, он проснулся, и сегодня утром, и думает, значит, наверное, буду исправлять мир, да, пойду буду исправлять мир, и он, все, что он может себе придумать, в принципе, это его, как бы, ангел, которого он создает, как программа. То есть, если у него есть какое-то ярко выраженное намерение, то, каждая мысль, каждая идея, каждое слово, это то, что называли, называли в древности мудрецы ангелами, сегодня мы бы назвали это, это мы бы назвали какими-то программами, больше, ну, современным языком, да, какими-то алгоритмами, мы использовали бы другие слова, но, утром просыпается человек и говорит, ну, Дэни Лефанеков, я благодарен перед тобой, это ангел, потом он делает какую-то заповедь, это ангел, и он посылает вот эти вот программные кода, как в фильме Матрица, каждый из нас все время производит какие-то вот эти вот духовные влияния, назовем их ангелы или программы, которые поднимаются наверх, и дальше они там у каждого из нас есть файл, как говорили мудрецы в Торе, что все твои дела записываются в книгу, так это не книга, это файл, есть Google у каждого, у кого есть там Google Диск, там есть облако, и там вся информация, все уходит туда, или iCloud, да, все с телефона у меня, все с компьютера, все уходит в iCloud, и если я даже потеряю устройство какое-то, не дай бог, да, то любое новое устройство я ввожу в iCloud, и на него спускается вся необходимая информация, это ангелы, которые поднимаются, теперь, а что такое ангелы, которые опускаются, на каждого из нас с неба идет влияние, вот бывает черная полоса начинается, человек думает, что такое, куда не пойду, все закрыто, что не сделаю, все не идет, это то, что назвал, значит, Раби Нахман приговор, то есть ангелы, которые опускаются, это идет уже с неба, тем языком, который говорили мудрецы, что есть суд, и есть суды над каждым из нас, есть суды, есть суд Рошашана, это когда сменяется год, есть суды, есть разные моменты суда, и опускается то, что назвали на Востоке карма, опускается вот эта программа, которая опускается, иногда она опускается, такая, как черное свинцовое облако, иногда она опускается, как наоборот, такая прям облака, белогривые лошадки, такие, человека прет, он прям его, вот так вот у него все ведет, и бывают, как бы периоды, почему, потому что ты все время шлешь этих ангелов, потом эти ангелы тебе опускаются, и ты попадаешь, или ты попадаешь в ангела, который создал своими добрыми делами, своими молитвами, своими хорошими поступками, то, что в объективной духовной реальности называется добро, или же ты создаешь ангелов, которые были негативны своим злом, нарушением, то, что называется грех, и потом опускается на тебя вот этот вот период, который, и что здесь самое удивительное, очень тяжело, все очень смешано, как говорил царь Соломон, нет цадика, праведника, который бы не согрешил, что мы смотрим, человек вроде праведный, а у него черная полоса, на другого смотрим, он там злодей, а у него все прет, почему, потому что когда-то он создал доброго ангела, например, этот самый Пабло Эскобар, он тысячу человек своими руками убил, а построил город, в котором люди бездомные, которые вообще там нищета была, он им построил целый город, чтобы они получили, подарил им всем квартиры, и они жили бесплатно, как в раю, и на него молились целые семьи, что он дал им средства к существованию, и вот получается, тут он создал ангелов-убийц, которые должны были его уничтожить, тут он создал ангелов, которые его защищали, и вся эта система работает по принципу справедливости, невозможно, ты создал, ну да, но именно вот то, что Наталья заметила, ты транслируешь постоянно разных ангелов, поэтому наша задача через, это сейчас мы как бы, как чуть-чуть мы коснулись глобальной системы, глобальная система, что каждый из нас живет в том мире, который создается из заслуг каждого из нас, и нужно воспринимать себя не как какой-то винтик или там песчинка, а вот сейчас точно так же, как весы мира зависят от каждого из нас, если ты не можешь действительно там менять правительство, участвовать в войнах, то ты можешь молиться за то, чтобы был мир, или ты можешь не молиться за то, чтобы был мир, ты можешь молиться, чтобы там кому-то было плохо, а ты можешь молиться, чтобы он исправился, и чтобы была в мире восстановилась справедливость, то есть от каждого из нас зависит, насколько мы, человек не живет в реальном мире, человек живет в мире, который выстроил внутри себя, у себя в голове, поэтому очень важно молиться о том, чтобы во всем мире было добро, любовь, чтобы все исправились, то есть мы должны, каждый из нас, в молитвах хотя бы исправлять этот мир, это то, что сегодня мы выучили, и вот здесь у нас есть очень классный инструмент, который позволяет создавать в любой ситуации очень хороших ангелов, сейчас мы изучим, как создавать хороших ангелов, практический инструмент из американской книги Happiness, Formula Stories and Insights, Раби Зелик Плистин, это мудрость Торы, он раввин, но он, как бы, его стиль подачи, он очень такой американский, и вот он нам сегодня дает урок, коротенький такой, transform your problems into goals, значит, трансформируй свои проблемы в цели, он говорит, он говорит такую вещь, Раб Зелик Плистин, да, он говорит такую вещь, значит, вот, есть человек, у него есть проблемы, какая у тебя проблема, вот там, денег не хватает, ухо болит, нога болит, то болит, семьи нет, или там, плохие отношения, у него масса проблем, он говорит, я сейчас, когда ему люди начинают рассказывать о своих проблемах, он нам говорит, я сейчас сделаю вам так, что ваши проблемы моментально исчезнут, опа, как это так, как бы, давайте я сейчас его способом вам помогу тоже, если у вас есть проблемы, то его способ помогает максимально, моментально, чтобы они illuminate, на английском, новое слово, даже перевод посмотрел, для меня новое, illuminate, что они будут, все проблемы исчезнут, будут уничтожены, как, он говорит, у тебя нет проблем, у тебя есть твои желания, которые ты можешь назвать, которые не реализовались, ты можешь их назвать проблемой, а можешь их назвать целью, Например, денег не хватает, хочу больше зарабатывать. У тебя нет проблемы, что у тебя денег не хватает. У тебя есть желание, хочу больше зарабатывать. Болит нога, это проблема. А как ее превратить в цель? Хочу, чтобы нога прошла, хочу, чтобы вылечить ногу, вылечить тело, хочу, чтобы было у меня здоровье, дибкость и так далее. У тебя есть цель. Проблемы в семье. Хочу, чтобы у меня в семье были прекрасные отношения. То есть любую проблему с помощью слова хочу можно перевернуть в цель. И тогда ты создаешь ангела не такого, что мне все плохо, мне все не нравится. Я человек, у которого много нереализованных желаний. Это отлично. Или быть человеком, у которого проблема, это как тупик, безысходность такая. А желание это то, что ты хочешь и то, что потенциально может реализоваться при наличии в первую очередь твоих действий, а дальше обучение, изучение, добрые дела, молитва, помощь и так далее. То есть чтобы проблемы все исчезли, нужно научиться переворачивать любую проблему в своем восприятии в желание. Тогда ты создаешь ангела в желании. Ты человек, у которого много желаний. Это круто. Или ты проблемный какой-то человек. Все, дорогие друзья. Значит, всем огромное спасибо. Пожалуйста, подпишитесь на канал Вайкра в Телеграме. Мы сейчас двигаемся дальше в развитии нашей платформы Вайкра. И сейчас мы делаем... У нас есть много учебных ботов, но люди об этом не знают. Есть бот Мишлей, есть бот Экклезиаст, есть бот Совета Рэбе, есть циклы уроков. И мы сейчас налаживаем такую, как школа жизни, называется она, школа, школа, онлайн-школа жизнь по ТОРе. То есть нужно будет пройти анкету. Тогда у нас будет автоматически, мы будем понимать, кто вы, что вы, что вам нужно. Потом мы хотим сделать, чтобы с каждым был какой-то диагностический урок специалиста, как вам изучать ТОРу, в каком направлении, в зависимости от вашего запроса. И вам будет... Тогда мы будем вас подключать ко всем этим учебным курсам. Это наш следующий этап, следующий план. Поэтому я буду в Телеграм-канал, там, где есть записи всех моих уроков. Я буду туда периодически эту анкетку цеплять, чтобы вы заполнили анкету, попали в автоматическую СРМ, чтобы мы знали, что конкретно вы хотите изучать, кто вы и так далее. И мы сейчас будем... Уже у нас создано много обучающих курсов. И, значит, будем дальше создавать под ваши запросы. Слава Богу, у нас 50 тысяч часов просмотра разных уроков на сегодняшний день в месяц. 50 тысяч часов. У нас очень, ну, действительно, очень получилась прекрасная идея, что у нас ТОРу преподают люди, которые... Которые сами стали религиозными и которые, вот, делятся, что это им дало. Практики такие, да, жизненные. И, слава Богу, значит, очень... Я читаю ваши отзывы после уроков. У кого какие чудеса? Благодарность – это ключ ко всему. Это я согласен. Согласен с Равзеликом, с Равином Шалумарушем. Уже думаю, какую следующую книгу изучать. Осталось всего нам две главы. Прям даже жалко. Но очень важно не останавливаться, а повторять. Потому что то, что человек понял что-то, это еще не значит, что он это будет делать. А результаты дают только действия. Поэтому мы сейчас внедрять будем, прям мощно, сильно внедрять вот эту тему. Благодарность, молитва, как правильно молиться, как благодарить. Как быть счастливыми. А дальше будем двигаться к... У нас одна цель. Вот спрашивал Дамир Партнер, какая цель у нас? Цель у нас – реализовать божественный замысел. Какой божественный замысел? Мне кажется, что божественный замысел – это чтобы человек реализовал свой потенциал, духовный потенциал в этом мире. Материальность, мне кажется, это поддержка для духовности. То есть суть прохождения этого жизненного пути. Все-таки, мне кажется, главная цель жизни – это реализовать свой духовный потенциал. То есть по Торе смерть человека – это третье рождение. Причем первых два рождения человека не зависят. Это ему дали эту возможность. То есть мы все получаем возможность. От Всевышнего вначале стали зародышами. Потом от родителей вышли в этот мир. А потом уже в этом мире мы растем, растем, растем. И когда человек уходит из этого мира, выходит из этого тела, это называется третье рождение. И мне кажется, что смысл жизни – все-таки вот в этом третьем рождении, чтобы за свой жизненный путь так построить свою духовную сферу, чтобы не исчезнуть. То есть тот, кто не занимается этим, он исчезает. Это его выбор. Бог дал всем свободу выбора. Тот, кто верит, что он просто вертикально ходящая обезьяна, таблица Менделеева, растворенная в воде, которая случайно научилась разговаривать, это его выбор. Значит, он идет в таблицу Менделеева и возвращается. Из таблицы Менделеева вышел, в таблицу Менделеева и вернешься. А человек, который осознает свой божественный духовный потенциал и свою причастность к Творцу Мироздания, то он имеет возможность, я в это верю, выйти из тела, когда тело отмирает, и двигаться дальше в духовные миры. Все, удачи, успехов!